И международная картина дня у моей коллеги Жанны Аман, она только что присоединилась ко мне. Жанна, тебе слово. Спасибо, Сергей. Добрый вечер. На самом деле, международные события это всегда украшение выпуска и уже через секунду о самом важном. Казахстанская делегация приняла участие в форумах ООН по разоружению и устойчивому развитию. Наша страна стала инициатором дискуссии по поиску возможного содержательного видения трансформации мира. Руководитель казахстанской делегации, вице-министр иностранных дел Ержан Ашербаев отметил, что Казахстан за 25 лет независимости заслуженно заработал репутацию самоотверженного борца в сфере разоружения и нераспространения оружия и по-прежнему готов вносить свой вклад в этот процесс. И больше 12 тысяч мирных жителей Восточного Алеппо вернулись в свои дома. За несколько последних дней около 60 тысяч сирийцев получили гуманитарную помощь. Кроме того, в ближайшее время в сирийской столице будет восстановлено водоснабжение. Жители Дамаска больше месяца были лишены этого важнейшего ресурса. Накануне остатки вооруженных формирований покинули район, где расположен крупнейший резервуар, который обеспечивал питьевой водой столицу. И специалисты уже приступили к его ремонту. А канадские власти назвали терактом нападение на мечеть. Атака произошла накануне во время вечерней молитвы, когда в мечети находились около 40 человек. После нападения премьер-министр обратился к национальному собранию с просьбой приспустить флаг Вибека. По последним данным, жертвами стрельбы стали 6 человек, еще 8 получили ранения. Представители полиции Вибека уже заявили, что силовиками задержаны двое подозреваемых. Однако из сообщений местных СМИ известно, что в атаке участвовали 3 человека. Больше половины опрошенных американцев недовольны политикой нового президента США. Спустя всего неделю после его инаугурации, сообщает газета Hill. Для сравнения, у Барака Обама такой показатель сложился спустя год после прихода к власти. Волну недовольства вызвал указ Трампа об ужесточении миграционной политики. И массовые протесты против этих мер не прекращаются уже второй день. Решение администрации президента США ограничить въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана также вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. СМИ тем временем сообщается о тысячах прибывших в США иностранцев, имеющих американскую визу, но которых так и не впустили на территорию страны. Насколько я знаю, что Дональд Трамп тоже отреагировал на заявления политиков и протестующих. Да, Сергей, ты прав, об этом нельзя не сказать. Дональд Трамп выступил с заявлением, что, к сожалению, его слова исказили журналисты. И что на самом деле он говорил, цитирую, «хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии, а это вопрос террора и безопасности в нашей стране». Конец и так. Неоднозначные у них выборы прошли, да? Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Да, все сложно, но будем надеяться. Спасибо, Жанна.